Я постараюсь, ну или как, я немножко поменял, то есть приехал сюда и поменял только свои планы на то, что вы рассказываете. После пару дней я поменял их еще раз, посмотрим, что получится. То есть сладко я показывать не буду, сильно мучить вас с формулами не буду, но одна, как бы моя основная цель, отчасти может быть как ответ Леши, Леша там оговаривался намеренно-ненамеренно в первой лекции, что экономическая теория, он там верит, не верит, что в практике можно применять там с большими ограничениями. Аукционы это есть некоторая такая область экономической теории, возможно, наиболее развитая область. Если раньше это была теория общеравновесия, то, наверное, я сейчас могу изучать теорию акционов. С огромным практическим применением и с явной связью, причем прямой и очень такой вот, между теорией реальность, теорией практики. В части это объясняется тем, что правила акционов, само игрок, которые изучают, они настолько близко к реальности, и что, как бы, наверное, стоит ожидать, заложенные принципы в решении, как бы, дают что-то очень, как бы, важное и, там, осознанное объяснять то, что мы видим, что произойдет. Но не только. До того, как я покажу вам несколько, то есть развлеку вам немножко, да, несколько картинок, как устроены реальные акционы. Вот я вас спрошу, скажите, а кто у вас знаком с акционами? Или так, кто не знаком? Давайте так скажем. Ну, участвовали, например, в акционах. Кто не участвовал? Участвовали, да. Кто не участвовал в акционах? А, конечно. Хорошо. Кто знает что-нибудь из теории акционов? Отлично. Ну, я надеюсь, у вас не может помнить, что практически все бы участвовали в акционах, сами того не осознавая. Ну, это, да ладно. Пока один, пока до видео, такой, интертейнер, цирк, да, вот я на такой момент, на части, то, что по-английски называется claim to fame для теории акционов, который произошел в конце прошлого бета, ровно в 2000 году. Был такой акцион по продаже частот, по продаже воздуха, если честно, да, вот. Великобритания, ну, и как многие другие европейские, америка, там, азиатские страны, не Россия до сих пор, продавала право на лицензии, право на пользование частотами для мобильных телефонов, для технических частот. Да, фактически воздух, ничего физического продавания, то есть не продается, право на пользование частотами. Вот. Ну, это некоторые предусмотренные акционы. Как бы цели акционы, ну, в общем, как бы две. Одна, эффективность сделать так, чтобы рынок, последующий рынок вот этой мобильной связи был наиболее эффективен. Наиболее эффективно, можете сказать, значит, как нужно больше участников, на самом деле это не так. Сильно, потому что это такой бизнес, который требует достаточно серьезных вложений, и сильно много участников, на самом деле, сильно улучшит качество и не будет хорошим. Ну, и они рассчитали, что они хотят, в общем-то, на этом рынке присутствовать там 4, например, участника, 4 лицензии, в конце концов, предоставлены. Но, кроме того, кроме предъявления самого количества, хотелось бы, чтобы эти лицензии достались именно тем фирмам, которые могут сгенерировать наибольшую ценность. Ценность, как они генеруют, предоставление услуг потребителям. Если потребители, как бы, покупают эти услуги, значит, им нравится. Фирма зарабатывает много прибыли, как скажут, облагает налоги на этот прибыль, всем хорошо. То есть, эффективное распределение здесь, значит, что эти лицензии достаются друг и тех, которые имеют самые свежие идеи, самые хорошие идеи, которые могут управлять этими, как бы, сейчас, но он имеет лицензии, ну, то есть, используя эти лицензии наиболее эффективно. Вторая цель – это получить денежки, пока, в том числе, что деньги, что? Государство, государство, 2000-й год, британское правительство. Ну, правительственные акционы, то есть, фактически, за право пользователями лицензиями, и такие акционы, на самом деле, проводятся, ну, не про лицензии, разного рода правительственные акционы и продажи лицензий проводятся, в общем-то, практически во всех разных странах мира. Деньги, собранные этим акционам, на самом деле, очень хорошие. Они, это чистые деньги, это не искаженные деньги, потому что обычно, для того, чтобы собрать доллар налогов, они сбором этих налогов искажают экономический стимул, и, по разным оценкам, потери от сбора одного доллара налогов, ну, может быть, слегка завышенной оценки, но от одного доллара, если мы в долларах говорили, и, там, в развитых странах, потери экономической эффективности, вот экономической потери, dead-bait laws, точно так же, как вот от, там, монополитического производства, заключается на долларах, там, от 17 до 58 центов, то есть, очень большие. Вот. В то же время, превышенционные доллары, они чистые, без, не искажающих, не искажающих и другие стимулы. Фирма и так максимизирует кипы. Так вот, аукцион в Британии проходил почти целый месяц, там, с каких-то чисел марта до каких-то чисел апреля, в прошлом году, собрал, ни много ни мало, продажа воздуха, 630 долларов, как как, на человека, 630 долларов на одного жителя Великобритании, или 650 евро на тот момент, что составило 34 миллиарда долларов и 2,5 процента национального дохода. Порисайте себе размеры этих целей. 2,5 процента национального дохода, ни бюджета, ни, ни, там, тракт, а национального дохода собралось один аукцион. На этом история не заканчивается. Такие аукционы проводились в других странах. И некоторое время после, именно в декабре 2000 года, проводился аукцион в Швейцарии. Швейцария ожидалась во время английского аукциона, что швейцарский аукцион, может быть, соберет до 1000 долларов на человека. Все-таки страна побогаче, люди готовы платить за услуги больше. Ожидания немножко присели к моменту проведения аукциона, и оценки были в районе 600 долларов, так как в английском аукционе. Между прочим, ожидания перед английским аукционом были намного меньше. После этого аппетит приходит во время Индии, швейцарский аукцион, такие большие ожидания. Аукцион прошел. Было собрано, если в английском аукционе, ну, евро в сравнении, 650 евро на человека, в швейцарском 20 евро на человека. Разница в 30 с лишним раз. На человека. 660 против 20. Тоже вот так оказалось бы. Ну, 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 чего там? Личные дни с forwarding у нас. Вот, а Заметим, это на государственном уровне очень сложная вещь. Одна такая вещь, как бы вы можете сказать, почему так произошло. Короткий ответ заключается в том, что в Швейцарии, швейцарское правительство подумало, и они тоже решили делать 4 лицензии. Или как, английское сначала 4 лицензии, потом 5 решили, ну, швейцарское 4 лицензии. Но подумали, что участники в самой Швейцарии маленькие, и они подумали, что для того, чтобы им были серьезные торги, серьезные предложения, они решили позволить фирму подняться в консорции и использовать лицензии совместные. Вот они объединились все. Да, вопрос на засыпку, сколько консорций было стабилировано. Ровно 4 лицензии, 4 консорции. Это еще не смех, это еще не смех. Дело в том, что швейцарское правительство одновременно почему-то не установило разумно-резервную цену. А именно резервная цена была на уровне 20, ну, и в этих торгах, в общем-то, так и произошло. Где-то, не то, что даже там элементарная экономическая теория, но где-то вот просто элементарный здравый смысл, не сработало. В английском же случае, английское правительство, банк, я на самом деле не помню, кажется, Соломон Бразерс, который был банком Андерай, который проводил. У банка были явные инцентивы на то, чтобы привлечь как можно больше участников к участию. Ну, и на самом деле участников было 13. Банк на этом заработал намного больше денег, чем консультанты, которые помогали английскому правительству в течение более двух лет этот акцион разрабатывать. Среди консультантов были Пол Кленперер, Кен Биммер и Тилман Бургерс. Все они экономисты-теоретики, и вот имя Пола Кленперера звучало вчера. Вот, и эти люди работали в течение долгого времени над дизайном аукционов, и над тестами, и над экспериментами, как он работает. У них было много идей. То есть, вначале было 4 лицензии, и они подумали, у нас есть 4 основных участника. И, как бы, основной рабочей лошадкой для них, ну, по разным причинам, некоторые я скажу, было акционы критого типа. Но акционы критого типа страдают от того, что если есть два участника, один очень сильный, один же слабый, и, например, мы продаем всего один товар, то участник слабый, если какие-то слова сейчас непонятные, надеюсь, станет понятно, после того, как я покажу в видео, и там я расскажу про этот акцион, но просто сразу же здесь пошла, чтобы я не буду. Славый участник просто не придет и не будет участвовать. А тогда, если слабый участник не придет, нет никакой конкуренции, соответственно, цена будет очень маленькая. И решение в такой ситуации возможное сделать, вот на стадии, если для этого товара, аукцион закрытого типа. Для того, чтобы в закрытом типе оба участника будут участвовать, ну, и даже сильный участник будет дается проиграть. В общем, будут делать какие-то ставки. В конце концов, то есть, ну, в Англии, в конце концов, то есть, и они разрабатывали некоторую интересную концепцию аукциона, вот на ней думали, смотрели, правда, через некоторое время английский председатель решил отделать пять лицензий, и проблема упала само собой, не отделал открытый аукцион, и, в общем, успех прошел. То есть, можно, и, по крайней мере, они утверждают то, что здесь вот польза теории сработала, да, вот, теоретики, как бы, проконтролировали ситуации, которые привел, которые замечательные результаты для английского правительства. Вот. Вопросы можете задавать в любой момент. Как бы... And lot 11. The Arlimatis, the first of the lots from the property of the state of Catherine Gamble-Curren. The geranium from 1910. And I started bidding here 2 million 1, 2 million 200 thousand dollars only, 2 million 2. 2, 2 million 200 thousand dollars. 2,200,000 dollars here, 2 million 2. 2,300,000. Thank you, 2 million 3 is bid. 2,300,000, 2 million 4, 2,500,000. 2,600,000. 2,700,000. 2,700,000. 2,800,000. 2,900,000. 2,900,000. 2,900,000. Я ее к сожалению прерву в интересах времени, да? Я скажу, что там, кажется, закончится 8 миллионами и что-то вроде бы не есть. Но это вот классический пример открытого аукциона повышающейся цены. Или, так называем, английского аукциона. где он открытый, где люди, ну в данном случае есть акционист по-русски, который контролирует процесс, и люди вместо того, чтобы выкрикивать цену, просто поднимают руку и показывают, что они хотят поднять ставку. Минимальный шаг здесь тысячи фунтов, и как бы, вот, и, как бы, ставка повышается. Как бы, что вот эти вот руки показывают, да, вот. Это чисто практическая вещь. Вот, например, Леша поставил ставку, я поставил для себя на него руку, тем самым вспоминаю, что текущий победитель Леша. Если никто больше не поставит выше, Леша выиграет. И не дай Бог, он потом из кармана не доставит эти деньги. У каких влонов в коридоре? Нет, нет, не влонов. Обычно, вот, чисто на практике, с этим говорится так, что требуется некоторый залог. Если ты, в общем-то, его не выкупишь, ты потеряешь этот залог. Конечно, сложно. Аукцион, который здесь начинается с двух миллионов, на стартовая цена, да, залог может быть там 30%, но, как бы, если цена доходит до 8 миллионов, залог может быть стать очень маленьким для того, чтобы покрыть угрозы непокупки. Вот. И там, ну, то есть, правила могут быть и другие положения, что при этом будет происходить. Вот. Ну, это классический пример открытого аукциона. Заметим, за большие деньги все понятно, все слышно, все, как бы, хорошо. Давайте я вам покажу, вот, другой пример. Вот, я вам покажу полностью. Вот, я вам покажу полностью. Вот, давай, давай. Я вам покажу, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Но включая момент, видите, здесь стадо коров, да, почему с аукциона не в магазине, может быть, ну, потому что, наверное, стадо все-таки отличается, товары все-таки различные. И теперь аукцион резко ускорен, кроме того, чтобы продать быстрее, чтобы установить цену, но продать при этом быстрее. Но аукцион, на самом деле, ровно такой же, как мы видели, вот, для «Антермазиса». Вот, еще один. Тут более такое красивое кино про Голландию. В Голландии... Это другое разновидность аукциона. Голландский здесь будет на понижении цен. Продолжение следует... 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 Красная точка, показывает текущую цену за цветом. В какой-то момент начинает бежать. Все, которые хотят купить, кто нажмёт кнопочку, цена останавливается, покупает этот синий. Всё. А почему бы тогда не подождать? Чтобы другой нажмёт? Всё. Не может ничем без такого. Понимаю. Мне что-то говорить. Будет динер, не цар. Просто. Естественно, что товары... 20 миллионов ресурсов. Продолжение следует... Продолжение следует... Это очень громко, очень громко. Очень громко. Очень громко. И люди знают, что они делают. И мы просто смотрим. Не может быть. 60, 70, 80, 99, 90, 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 90. Anybody else? Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 что если желающих больше нет и девушки остались начинается аукцион предложения люди начинают торговаться в регионе которые дадут за то чтобы они взяли девушку в жены заметим что аукцион здесь фактически тот же самый открытый открытый формат кто перебьет в общем-то ты был случай когда римский и снацию императором стоялся тот кто предложит больше зарплату криторианцам в 193 году на шее он правда пообещал много я не знаю видео с юлианис что-то такое вот я не знаю как точно по-русски сказать наверное да то есть он обещал много но не выплатил и через до 2 2 месяца вот его вопрос а то мы часто либо аукционах или нет при старте вас простая задача вы хотите купить машину нашли объявление посмотрели на машину пришли а ну и говорите хорошо цена вниз да не знаю стать не спать я там не подумаю на следующий день приходите говорить да в общем я готов к пойдем там куда-нибудь там оформлять а продавец говорит знаете давайте подождем коммент еще один пришел и вроде готов предложить больше нет но я хочу сказать тому что многие события которые происходят на самом деле могут прикректированы как опцион она простая вещь например продажи квартиры машины если вы например продаете квартиру у вас есть потенциальный покупатель и тут пришел еще один красота да вы можете их говорить знаете это предлагает столько-то я бы готов не сделайте предложение лучше а так и этапе иначе ему продам делать предложение выше если делать вы обратно говорите знаете вот это дел выше ли мне это без разницы но я подожду я ему продам это фактически опцион потенциально посторонний слегка такой представьте что вы хотите стать кандидатом губернаторы государственное собрание не знаю куда-нибудь еще по какому-нибудь округу вот на той стороне байкала отношения не может и представьте стать такая кто бы там не ставится губернатором а все равно его никто не знает фактически станет тот который заплатит больше денег потратить больше денег на избирательную компанию либо на процесс подготовки мы заметим например два или три участника кто потратит больше денег тут и выиграть это не интеракцион но если мы так положим потратить день и больше любит это практически не так что мы ставь записывать как опцион не стандартный не тот который показывал потому что в этих опционах платят только победитель но это опцион который платят все это же который сколько ты потратил столько ты заплатила но лишь получать право право что скидывающие за их раз на других местах и не ситуации которые можно описать аукционами вот вообще ну то есть раз мы понимаем пример опционы опционы бывает и есть это может классифицировать если хотите одного товара многих товаров статические динамические да вот как бы закрытый открыт что значит закрытый открытый например для одного товара статический аукцион закрытый аукцион первой цены или аукцион второй цены, а именно называется аукцион английский силдбит. Предполагается так, что каждый участник пишет свою ставку или то, сколько он готов заплатить, ну или там какую-то цифру, скажем так, конвертики. Эти конвертики собираются, то есть то, что он пишет, это делается независимо от остальных. Потом аукционист открывает эти конвертики, смотрит и выбирает, кто победитель. По аукциону первой цены побеждает тот, у кого записано больше всего, и платит ровно то, сколько записано. То есть фактически тут ставка, каждый платит свой ставку. В аукционе второй цены, например, побеждает тот, который написал больше всего, но платит вторую по величине ставки. Вы можете сказать, зачем так надо, вы никогда не видели, ну кто бы знает. В аукционе третьей цены, соответственно, третий ставок. В аукционе, где платят все, соответственно, все платят, фактически кладут денежки в конвертик, побеждает тот, Кто-то положил больше денег, а платит, соответственно, все деньги забираются. Это закрытый аукцион. Открытый аукцион, мы уже видели, английский аукцион, где цена повышается. А государство – это аукцион, где каждый платит налоги? Что? Нет, нет. Секундочку. Возможно, мы это и потом поговорим, но не сейчас. Открытый аукцион, открытый повышающийся цены, то есть есть цена, какая-то стартовая цена, может быть, нулевая, может быть, низкая резервная цена, и игроки либо сами перебивают эту цену, либо акционист ведет, либо точно так же можно увидеть, как там электронным видом цена понижалась, здесь цена повышается, игроки держат руки на пульте, рука говорит, я готов купить этот товар, и пока цена повышается, по очереди отпускают, то есть в какой-то момент люди уходят, 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 как только остается одна рука, оп, все, когда же закончилось, этот человек уходит. Это вот английский аукцион, это называется японским конкретно вот этот вот аукцион с кнопкой, ну, с руками электронном виде, ну, вообще, в общем, есть аукцион. Голандский аукцион – это ровно то, как вот цветы продавали, аукцион на понижение. Вот, а если, это экономический аукцион, если товара много, вариантов получается сильно больше, есть аукцион дискриминаторный, закрытый аукцион, ровно так же, как устроен аукцион первой цены, все делают ставки, ну, если три товара, я могу сделать три ставки, выиграю три самых высоких ставки, и они же себя платят, да. Может быть аукцион одной цены, uniform price, где все победители платят одну и ту же цену, и, например, если товаров десять, то это либо десятая ставка, либо одиннадцатая ставка. Может быть, больше эконома очень хорошая аукционная. Ну, и экономически тоже куча аукционов есть. Там можно и последовательно, и параллельно, и как бы одновременно, и как угодно. Вот. Есть аукционы другого рода, когда товара очень много, когда, может быть, товары однородные, либо когда они почти однородные. Например, аукционы по продаже государственных бумаг. Кого? Государственных ценных бумаг. Или вот электричество. Либо двойные аукционы, как устроены биржи, когда ставки на покупку и на продажу идут с двух сторон. И фактически, когда они собраны в статике, формируются спрос и предложения, и как классическим образом они пересекаются, находится цена, по которой они пересекаются. В динамике, как бы, можно сказать, вот представьте, стартовый момент. Пришли куча заявок, сформировался спрос и предложения, они отрезались. Что осталось? Неудовлетворенные предложения, которые хотят продать очень дорого, ну или дороже, и неудовлетворенный спрос, который хотят купить очень мало. Вот эти вот, только я вот, одни тут снизу, то есть не ровно рисовал, одни вот сверху. Но в динамике могут приходить новые предложения, а эти некоторые уходят. И как только приходит новое предложение, которое можно будет сделать, то сделка совершается. Ну, в общем, это последняя цена. Пошли дальше. Ну, я бы сказал куча красивых картинок, да, сказал про английскую аукцион Великобритании и Швейцарии. В чем же, ну я не знаю, как если так, в чем же все-таки, не знаю, крутость аукционов? Вот почему вот аукционы такие вот замечательные вещи? Я могу взять пример, параллель вот как раз другой замечательные, очень исследованную область в экономической теории общей равновесии. Что мы знаем про равновесие? Общая равновесие. Фактически, если говорите, основание всей рыночной экономики. То, что оно, ключевой результат, оно эффективно. Достаточно общее предположение, что рыночная равновесие эффективно. Оно, вот, в ситуации, где там, произвольные товары, услуги, производство распределяется, как-то так организовывается, совершенно децентрализованно, но общая равновесие, то, что получается в конце, оно эффективно. То бишь, что это, формальная порядка эффективна? Что это значит? Что как только в эту точку стали, нельзя не переторговаться, не переделать так, чтобы всем стало лучше. Если вы что-то будете менять, кому-то станет лучше. То есть, ключевая, здесь, момент, здесь эффективно. Но давайте вспомним на секундочку, что вообще за объект этот равновесие. Этот объект состоит из двух частей. Цен, в первую очередь, на все, что торгуется. Будь это просто товары или какие-то финансовые инструменты. И, соответственно, целый набор иксов, грубо говоря, которые говорят то, что делает, то, что получает, то, что покупает, то, что производит. И с индексом, если есть индексы по товарам, давайте на секунду что-то назначу. Две будут особо будут. То есть, здесь индексы по люк, по фирмам, по экономическим макетам. И в рыночном работе есть должно получаться следующее, что при тех ценах, которые даны при этих условиях, все игроки, выборы как раз их оптимальны. То есть, вот это иксито, это созвездочки. Они набирают ровно то, что мы предлагаем. И эти выборы удовлетворяют балансовому слову. Друг говоря, что товар не возникает ниоткуда. То есть, нельзя так сказать, что все выбрали. Каждый хочет по Мерседесу, но если у нас столько Мерседеса нет, то, извините меня, не получится. Цены. Ключевые факты о том, что, во-первых, когда в рыночном районе есть существует, опять же, и оно эффективно. То есть, предполагается, что есть цена, и задача считается так. Дается цена, и беззвокупность цены, и для них… Задача – найти такие цены, при которых выборы эти будут оптимальны и разбалансированы. Оптимальны – это значит, что, если я ездил и вы экономический агент, то у вас есть какие-то возможности. Возможно, изначальное наличие товара, возможно, некоторые производственные возможности. И при таких ценах на товары, которые вы хотите купить или продать, используя как факторы, вы выбираете таким образом свое производство и потребление. Так вот, этот выбор ваш оптимальный. Вы максимизируете свою полезность. Аффективность – это ровно то, что нельзя лучше. То есть, условно говоря, вы не можете улучшить свое состояние, вашу полезность, вашу реальную функцию, чтобы у кого-то другого она не ухудшилась. То есть, все возможности только перераспределить. Еще раз, это вот фундаментально замечательный результат вот в экономическом моменте в целом, что такие равновесия есть, достаточно общих предположений, и они эффективны. То, что рыночная экономика фактически эффективна, потому что все происходит централизованно. Каждый человек, не сговариваясь, выбирает поделиться. Что? Совершенно. Сейчас, секундочку. Я не формулирую точно все остальные условия. Сейчас назову некоторые проблемы с этим. Утверждение. Проблемы с рыночным равновесием. Первая проблема – вот она. Откуда берутся цены? Откуда они возьмутся? Да, там речь про адресовский опционер. То есть, кто-то, кто-то посчитает эти цены. Откуда берутся цены? И я не хочу дискутировать там разные, может быть, в каких-то ситуациях можно придумать процесс динамический, который придет, потому что эти цены скорберов будут. Но, в общем-то, даже математический аргумент может быть. Можно дать. Заметим. Доказательство теоремы и другого неизвестно. И, в общем-то, можно верно доказать по аналогии с равновесием Нэша, что другого и нет. Оно основано на аргументах, сжимающих отображение подвижной точки. Прямо так, как я рассказывал. Это неконструктивное доказательство. Вот. Отдельно известно, что задача нахождения равновесия Нэша, что сильно проще. Она МФ полная. Грубо говоря, простые агенты не могут ее решить в общих случаях. То есть равновесие существует это хорошо, но, грубо говоря, как найти цены, очень сильно сложная задача. Откуда возьмутся цены? Это причем момент общий, да? Вот. Другие проблемы. Проблема заключается в том, вот еще несколько проблем на эти вопросы. А что, если агентов с именно меньшей бесконечностью? Во-первых, у агентов совершенная конкуренция, появляется рыночная сила, и они уже не обязаны действовать ровно так. А во-вторых, например, для Н равно 2 задача, это тоже простая задача. Конкуренто для рыночных руководителей обмена, это практически обычная задача торга. А в задачи торга у нас есть решение Нэша, которое схематическое, которое разумное, которое, ну, как бы, легче поверить, так скажем, да, если не принять. В общем случае решение Нэша отличается от разной конкуренции. То есть это потенциальная проблема. Еще проблема. Проблема частной информации. Что, если игроки здесь, то есть, в общем-то, вот раз конкуренция строится, и перед оказывается в мы предложили, что информация о том, что у людей есть такие производства возможностей всем известна. Это не есть необходимое условие, но оно есть проблематичное условие. Опять же, слегка может быть нечестной, немножко в области Акерлофф, который получил Нобелевскую премию, он фактически получил Нобелевскую премию за пример ситуации, в которой общая равновесие из-за неполноты информации просто… Это асимметрия информации? Да, да. Асимметрия информации. То есть в разных пределах разная информация. Это асимметрия либо неполнота, что информация неполнота. Можно сразу спросить, это имплементировано вообще хоть в какие-то макроэкономические модели? Что это? Акерлофф? То есть факт, что информация асимметрична. Ну, в общем, да. Вот. И вот три момента. Да? Теперь аукционы. Аукционы, конечно, работают, ну или так минимум, в ситуациях не настолько общих, как в конструкторе общей равновесия. Но аукционы как раз работают. Первое. Явно устанавливают цели. Это практически их основная роль. Раз. Второе. Работаю с небольшим количественным участниками. Более того, именно с небольшим участниками они работают очень хорошо. Они приятным образом и работают теоретически, практически в ситуации с неполной информацией. Например, когда вы продаете квартиру, да? Откуда вы знаете, сколько тот участник готов заплатить? Если бы вы знали, вы просто пришли к нему и сказали, ну, там, давай, плати эту сумму, да? Или там чуть-чуть больше. Вы не знаете? Но! Включая сложность – работа. Работа, в смысле, я заставляю участников так действовать, а там, что дальше, там, хоть костер не горит. Нет. Вот результаты, то, что очень-очень общее предположение и в разных ситуациях аукционы, аукционы, в принципе, конкретные аукционы, в частности, они эффективны. То есть, отдавил товар тому человеку или распиляет товар наиболее эффективным образом. И, опять же, поменяю аукцион. Оптимальный. Оптимальный, в смысле, при этом максимизирует доход. Если цель продавца не расстрелить эффективно, например, продать как можно дороже, это может достичь известной концепции. А так, в общем, плане, не знаю. Соответственно, как можно представить, что такое аукцион? Так, общая задача у нас есть, у нас все-таки есть какие-то товары. Давайте, то есть, мы можем обобщать, но вот товар, товары, может быть, несколько, которых нужно как-то разместить, распределить. То есть, есть желающие эти товары получить. В общем, если мы посмотрим на игру, игра и некоторое взаимодействие, как она формализуется в микрофилометике теории. Игра, в общем-то, состоит из двух частей. Из контекста, ну, так можно назвать, и механизма. Механизмы, фактически, правила игры. Механизм описывает, что, в зависимости от действий игроков, действия переводят. Какие действия надо совершить, и к чему эти действия приведут. Например, опцион в чистом виде, который я показывал, механизм. Если игроки поставят такие-то ставки, то, в конце концов, определяется, кто из этих ставок победитель, кто получит товар в эту часть результата, и сколько он заплатит. А контекст описывает, кто такие игроки, что они знают, какие у них ценности, что они хотят. Задают полезности, фактически, этих игроков. Полезности в зависимости от результата. Дальше. Как ни странно, я не знаю, я там занимаюсь аукционами, если вы мне спросите, могу ли я дать определение, что есть аукцион. Я буду долго думать. Что? А в других и не думал? Что? Нет. Не то, что… Нет. Я его подумал, но понимать, тут момент такой, что есть определения, и в математике их больше, чем в других науках, которые не то, что давать легко, они могут быть элегантны, или наоборот корявые, но они как-то универсально применяемы. Вот есть определение, можем определить, что есть решение уравнений. Аукционы, которые разные люди, которые занимаются аукционами, имеют разные представления. Некоторые скажут, что в данном случае любой механизм размещения товаров можно назвать аукционами. Мы заметим этот любой механизм, например, тоже вот ситуация торговли, экономики обмена, где какие-то товарищи одного человека, какие-то товарищи другого человека, можно просто сказать, знаете, вот обменяйтесь, обменяйтесь вот так. Это тоже механизм, но там нет цены, там нет ничего. И я вот такой механизм аукционами называл. То есть что-то в аукционе, в аукционе, все-таки должен быть явный процесс выявления цены. Назначение цены, скорее, ну выявление. Ну это какое-то странное неформальное требование. Ровно из-за того, что представления в аукционах у разных экономистов разные. Но два бы свойства, которые формализуемые, я бы назвал это анонимность и универсальность. Что значит универсальность сначала? Универсальность значит то, что эти правила применимы к любому товару, который вот, ну то есть, понятное дело, ну то есть, подобному товару. Круг говоря, если я продаю машину, либо там жену в Вавилоне, это один штучный товар, который неделимый, либо парт, либо компьютер, либо там, не знаю, там здание, либо целую страну, я могу, в общем-то, продавать, использовать механизм для продажи этой страны, этого товара. То есть, сам механизм не прописан для вот конкретных индивидуальных товаров. Ну, простое, можете сказать, может не сильно ограничено требование, но оно важно. Второе требование – анонимность. Анонимность говорит о том, что сами правила аукциона, они относятся ко всем участникам, как бы, без особой предвзятости. Шахматы анонимны. Там есть дверостный кролик, белый и черный. Они проходят первым или черным. Так? Это не значит, что игра вот асимметрична. Но это значит, что если два участника, я, например, и вот Андрей, будем играть в шахматы, грубо говоря, если я играю первым, вдруг зашел, я играю белым, мне выпало белыми, то это вот, ну, правила игры, они… То есть, грубо говоря, если я играю белыми или вы играете белыми… И правила игры одинаковыми для нас. А почему – анонимность? Я же знаю, какой у вас зовут. Вы можете знать, как я зовут, но, грубо говоря, не значит, что «не знать», анонимность здесь не значит, что «не знать». Анонимность дваگzczета не зависит от того, кто конкретно играет в эту игру. Правила не знаю, как у вас зовут. Если я играю в аукцион с Владимиром Владимировичем и правило прописывать, что если Владимир Владимирович в аукционнице всегда выигрывает, то это аукцион ненавидит. Байкал Финансгрупп всегда выигрывает. В аукционе пишут под конкретно. Значит, это может быть не аукцион. Почему это универсальность и не называется? Термин немножко странный. Ну, вот так просто в какой-то момент появилось и назвалось. На самом деле, обычно про это никто и не вспоминает особо. Потому что есть конкретные аукционы и конкретные вещи, которые есть. Но если объяснить что, то это аукционы. В общем-то, это универсальная синонимность. Ну ладно. Давайте к небольшому анализу. Пример. Пример то, что может быть. Одну вещь, которую я проговорил, то, что аукционы бывают разных нот. Но на самом деле, это практически все примеры аукционов, которые используются на практике, которые я уже сказал. Понятное дело, за последние несколько лет с развитием электронной технологии появились электронные аукционы, скажем так, которые аукционы типа eBay. Которые вот фактически для них рынок, кто может там участвует в процессе покупателя, в общем-то, здесь нет. Или по аукционам по продаже контекстной рекламы. Интересный новый товар, который, в общем-то, в общем-то, в общем-то продается. Но если мы посмотрим на аукционы, то на eBay, кто больше поставит, то ты выбрал. На аукционах контекстной рекламы, где продаются конкретные рекламные позиции. Продается несколько товаров одновременно. Но, в общем-то, кто больше поставил, играет самую высокую позицию. Принципы и аукционы, в общем-то, открыты. Мы видим, не наблюдая, может быть, конкретно ставки трех людей, но мы знаем, что если мы получим ставку, то мы с большей вероятностью, или мы можем потихонечку повышать ставку в конце концепции укажем с другой цифрой позиции. То есть, получается, на самом деле, по факту, что вот аукцион открытый, так как продавали жены, так как продают матисты, такие аукционы, и они больше 50% всех аукционов используются. И вообще, общих таких аукционов очень много. Тогда возникает вопрос. Еще. Этот аукцион используется для продажи жены. Он используется в римской пире для продажи работ. Он используется в разных других местах мира. Возникает вопрос тогда, почему этот аукцион? Почему он? Забегает вперед, этот аукцион очень хорош в разных планах. Хорош именно, он эффективен сходу. Я вам докажу, по крайней мере, в некотором общем контенте. Он, как потом окажется, я покажу вам на оптимализм тоже. Замечательный аукцион. Но давайте спрашивайте, почему другие используются. Некоторые другие. Замечательный аукцион, который в основном дает больше денег в организацию. Чем что? Ничего открытого. Организацию? Организацию. Организацию. Про это тоже есть специальная великая теорема. И так, то есть, я вам сейчас решу открытое вопрос. Очень просто, очень просто. И покажу какой-то результат про него. Но при этом, это отчасти может объяснить, почему он используется. И на специальном уровне, если хотите. И почему он используется. Почему он сам механизм не полиционировал. Но при этом, все равно, будет вопрос, почему другие используются. Вот этот вопрос я отложу. И так. Обычный, простой, самый контекст. Это называется контекст частной ценности. Private famous. Что предполагается? Есть некоторое количество агентов N. Ну пусть больше оно единственное, не столь важное. Вот. У каждого агента N есть некоторая ценность. Вы видите. Некоторое число, которое, там, не знаю, от нуля до, там, для какого-то большого значения, не столь большого. Что это ценность? Что это число говорит? Вот там картина анригматизирована. Для каждого из вас есть некоторое число. Я вас прошу. Какую максимальную сумму вы должны сплотить эту картину? У каждого есть свои ответы. Кто кому-то не нравится, скажет 5 рублей. Кто-то скажет, может миллиард долларов. Вы хотите, значит, реальный вопрос. То есть, значит, вы... Значит, следующее. Тестное. Я говорю о том, что любую сумму меньше этой суммы... Что же так? Ответ должен быть корректным. В смысле, что если эта сумма 300, то это ровно и значит, что если вам предложен 250-й группы, если предложен 350-й группы, а 300-й для вас будет конкретно безразлично. То есть за 301-й, за 29-й группы. То есть это максимальная цена, максимальная цена, которую участвуют в этом заходе. Что дальше? Это частная ценность игрока. Это значит, что это число известно только игроку и поощрению. Что известно другим, это то, что оно как-то распределено. Каким-то функцией распределения на этих участках. Вот. Полезности игрока три простые. Если игрок выигрывает, то он получает 3, да? Цену, которую платят. Это полезность игрока от полученного товара. Есть ли товар выигры? Да. Есть ли товар выигры? Есть вопрос, нет? А в 3 то, что такое повлилось? А, ну, в конце концов, кинул пользы, да? То есть человек получил товар и получил, заплатил деньги и заплатил деньги. И как бы, если получил товар, заплатил деньги, то полезно если он товар не получил но что заплатил если он получил товар не заплатил то его будет только число хорошо теперь вот английский опцион давайте решим английский найдем оптимальную стратегию цена повышается вот вы и представьте у вас есть ценность ну пусть 300 цена идет 50 еще раз значит что происходит в английском опционе все активные участники в начале цена повышается игрок имеет право в любом момент прекратить торги пока игрок говорит я активен либо держит кнопочку он готов купить по этой цене как только игрок отпустил кнопочку игрок вышел из торгов и так у меня ценность 300 цена идет на повышается на 50 что 150 я могу быть недовольны что цена повышается так высоко 150 но ключи момент нужно мне падать или нет нет потому что если упаду сейчас я потеряю шанс выиграть товар по цене лишь 300 хорошо я стою до 300 300 нужно не падать или нет нужно потому что если просто и дальше я у меня я получу теперь шанс что все остальные упадут я выиграть от товара я выиграю товар я буду победителем но я заплачу больше чем моя ценность это значит что я потеряю на самом деле получается для меня стратегия оптимальна в открытом аукционе очень простая если наблюдаемая цена ниже того что я готов заплатить я должен продолжать торговать если нет не нужно игрок организатор не игрок очень простая мечта но заметим но это заметил чему это приводит первое то что выигрывает этот аукцион тот который готов заплатить за товар больше всех то есть мы получаем что результат от аукциона эффективно товар попал в руки того кто готов за него заплатить больше не факт ждать попадание товара в одни из рук дальнейшем использование может принести совершенно разные общественные платы мы это вообще не смотрим в одних случаях у вас попадает товар в руки а за чего его уничтожают потому что товар например не транслировался дальше в других случаях он приносит огромную пользу ну и фактически оценивая общественное плата оцениваем только на уровне пользы до 2 это ситуации не рассчитывая дальше будет происходить абсолютно верно в этом в этих предположениях заметил я скажу так я послал в контексте в этом контексте вся церковь товара идет в частные виды только игроки получают эти ценности нет никаких внешних инвектор на использование на остальных игроков мы можем говорить например про криптизацию фирмы там все равно будет частные ценности это будет прибыль фирмы который получит при получении для прибыли конечно первым будет нанимать игроков и рабочих как все остальное но она не платит рыночный зарплат который могли воплотить тот-другой причем момент есть это это никакие общие ценности то есть это это самый простой недостаточно общий но на самом деле если бы контекст был посложнее то задача бы стояла может быть этот механизм и не работал ровно в том чтобы представить аукцион или механизм в общем который бы наилучшим образом решат задачу этим занимается дизайн в частности это бы то что я лично делаю я лично занимаюсь но одна из чек-то и дизайн итак вот теперь я готов вам очень быстро рассказать о моментальных результате из теории аукционов начался с простого вопроса как продать товар как продать машину ну вот как и заметен способ очень много можно объявление дать в интернете можно за большую цену ждать пока придут можно проводить разные ситуации вопрос как подать и можно играть в шаг устроить турнир еще какие-то вещи да тут вопрос даже как формализовать магематически эту задачу потому что как описать все там все способы которые нужно проектовать вот сделал это Роджер Майерсон зашло и получил Майерскую премию это результат восемьдесят первого года Роджер Майерсон сделал три вещи которые нужно назвать так первое это референция который называется принцип воскрепитель ревелейшн принципу принцип выявления или откорения он фактически решает здесь применим не только для аукционов для революции он решает такую простую задачу о том как формализовать это все множество возможных компонентов фактически он говорит так представьте у нас есть очень-очень в конце концов мы как бы там и кризис предложили механизм дает игру это очень-очень большая игра нам не нужно решить там есть какое-то равновесие пусть мы ее решаем вот тогда что мы можем сделать мы можем фиксировать эту игру и это равновесие и принцип откровения говорит о том что существует сильно более простая игра простой механизм называется прямой в котором действие агентов сообщить свою информацию больше ничего в этой игре прямой игре в которой агенты сообщают информацию существует еще и равновесие очень хитрое в котором все говорят правду объясни что игра сообщается информация в ней стратегии нельзя сообщить ту или иную информацию да и только это больше ничего при этом есть равновесие в котором говорят правду и то что происходит в этом равновесии как товар размещается в этом равновесии как в прямой игре в котором все говорят правду и в равновесии в сложной изначальной игре полностью одинаково результат на самом деле практически очевиден он заключается в том представьте Леша играет в эту такую большую игру а я не играю Леша в этой большой игре должен выбрать свою оптимальную стратегию пусть он выбирает я умный в том смысле что я могу посчитать оптимальную стратегию в этом равновесии для всех игроков но я не знаю Лешину информацию но я Лешу поговорю Леша я друг твой ты мне доверяешь давай я за тебя буду играть в эту игру вот в эту большую игру я за тебя выберу стратегию единственное что я не знаю а твоей частной информации скажи мне кто ты и я за тебя сыграю Я утверждаю, что в этой ситуации, если он мне полностью доверяет, он мне скажет правду. Почему? Если он мне скажет правду, я за него выберу ту стратегию, которую он бы и так выбрал, которая для него оптимальна, самая лучшая. Если он мне соврет, я потенциально выберу другую стратегию, а значит не потеряю. И то есть фактически я могу взять, то есть если я беру общую игру и равновесие этой игры, у игрока есть своя собственная информация, который выбирает свою большую какую-то стратегию оптимальную. Я вот эту большую игру сделаю чуть-чуть побольше, но на уровне того, что где игроки сообщают информацию. Я таким естественным образом построю новую игру, прямую, и которые игроки в равновесии будут сообщать правду. Это вот принцип откровения. Выявление. Термин разве устоялся? Нет. Выявление. Выявление. Ну, это совсем не то. Выявление. Выявление тоже не совсем то. Ну всё, выявление предпочтений. Понятно. Хорошо. Следующий результат есть. И вот это вот один из самых фономентальных результатов экономической теории. Временная квалификация сможет создать фономентальных практических результатов. А последний будет конкретно характеризация оптимальной механизмы. Значит, что я ей комментирую говорит? Она говорит о следующем. На секундочку, смотрите. Если я говорю о прямом механизме, я могу завершить этот механизм. То есть, вот представьте, вот этим частной ценностью у меня будет. То есть, криотиентом, вариант для разных игроков. А более общие какие-то типы тех. Вот. У меня есть общий механизм прямой. Он заключается в следующем. У него есть некоторая такая пара функций. Ку. 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 На самом деле состоит из Ку. 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 Какая? Я могу знать механизм и предполагаю, что все говорят правду. Я могу посчитать маленькие функции. Теперь ку. 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 Эта это механизм и что он получает и точно так же объявить маленькое ожидаемый платеж игрока. Значит, что я получаю наверху? Я получаю, что в этом механизме, в этой игре, игрок, если говорить на рагу, получает следующую вещь. Вот эта маленькая хвоитое-хвоитое, умноженная на его ценность, то есть вероятность того, что он получит товар, это то, что он получит. Его ценность минус то, что он заплатит. Это то, что он получает в этом равновесии. Если он собрет, что будет? Если он собрет, он получит, например, скажет Z, твоей ценности, ценность от него никогда не делится. И фактически, а единственное, но тип ограничений на вот этот вот механизм прямой, это то, что все в равновесии должны говорить правду. Это что значит? Это значит, что вот это должно быть больше или равно верхняя часть, чем нижняя часть. Что если игрок типа ваитое, он никогда не хочет играть. И это для всех И, для всех З, для всех ваитое. Дальше работа идет в том, что характеризуется условия. Что из этого всего получается? Получается следующее, что если у меня изначально есть две игры, G1 с каким-то равновесием и игра 2 с каким-то равновесием, им соответствует прямой механизм 1 здесь, Q1 и M2 на процесс. Я посолоку сначала. Q1, M1 и Q2, M2. Так вот, если у меня игроки, вот, их ценности частные и независимы друг от друга, если они нейтральны, как здесь. И если Q1 равно Q2, как функции, благодаря в этих двух механизмах они посещают товар и на ком. То, ожидаемый платеж одного игрока, одного конкретного типа, в механизме 1, он равен ожидаемому платежу этого конкретного игрока, этого же конкретного типа, плюс некоторая константа. Вот. А константа 3, M2, наверное, на цикле. Что? Тут цианит это. Константа зависит от игрока, но нет типа. А, M2. М2. М2. Пока скажешь и математическое утверждение. На секундочку, и на самом деле во все практические предположения константа будет подышать по причинам индивидуальной рациональности, роману. Если это так, то ожидание платеж от каждого типа, каждого доста, от этих двух совершенно разных механизмов, ожидаемых, одинаковых. Если я проинтегрирую это по всем игрокам, по всем типам, я получаю, что ожидаемый доход продавца одинаков. По всем типам, по всем механизмам. Вот это вот ключевой результат. Я начал с любых механизмов. С любых механизмов, с любых равновесия. Они генерируют не прямые механизмы, но говоря, когда я знаю равновесие, игра и равновесие, я знаю механизм размещения товаров. Если размещение товаров этих двух механизмов одинаковое, эти механизмы генерируют один и тот же такой продавцов. В частности, если оба дают… Например, я вам показал английский аукцион. Английский аукцион, в котором игроки стоят до того, как цена достигнет их ценность, до того, сколько они готовы платить. В этом аукционе выиграет тот, который платит больше всех. Теперь, на секундочку, я посмотрю на аукцион первой цены. Закрытый аукцион. Заметим, что если моя цена с 300, я никогда на бумажке не буду писать 300. Почему? Потому что, если я выиграю, я заплачу 300 и останусь ни с чем. Ну, не то, что ни с чем. Мне без разницы. Я буду ставить какую-то сумму меньше, чем 300. Но вопрос, какую? Это надо посчитать. Можно считать сложно и долго. Давайте вам на пальцах посчитаем мгновенно. Включу момент. Предположение сначала. В аукцион первой цены, пусть игроки, там, все распределения одинаковые. Я могу ожидать, что… Ну, если игроки думают, может быть, ходить и себе, и чего-то угодно. Что если ценность игрока больше, то он делает большую ставку. Да? Естественное предположение. Пока предположение. Теперь. Если игрок делает большую ставку, выиграет кто? Тот, который поставил больше ставок. Значит, выиграет тот, у кого ценность больше всех. Ага. Вот аукцион английский. А это аукцион первой цены. Здесь выиграет игрок, который поставил больше всех. Здесь выиграет игрок, у которого ценность больше всех. Выиграет игрок, у которого ценность больше всех. Функция размещения товара одинаковые. Значит, в этих аукционах… А, да. Вот это константа. Смотрим. Игрок, у кого ценность 0, он больше 0 не ставит, он практически никогда не выигрывает, платит 0. Ценность 0, этот же игрок, ценность 0. В этом в опционе первой цены никогда больше 0 ставить не будет, соответственно, тоже 0. Платит 0, платит 0, значит, константа равна 0. Это убивает константа, вот так сказать, душа. Константа угнита. Это значит, что платежи в этих двух совершенно разных механизмах. В предположении, что в опционе первой цены есть это равновесие, в котором выигрывает игрок, который ценность больше ставит больше, естественно, игрок с самой большей ценностью выигрывает, оно существует. Если в этом равновесии существует, платы одинаковые. Смотрим на плату. Здесь равность выигрыша, умноженная на что в английском опционе? Что я плачу? Я плачу ожидаемую ценность, но второго в лишнее игрока. Здесь вероятность выигрыша на мою ставку, это то, что я плачу. Значит, моя ставка, моя стратегия, предполагаемая, равновесная, это ожидаемая ценность второго игрока. Я мгновенно вывел, предполагаемая равновесие в акционе первой цены. Я могу бы теперь проверить, что это равновесие. На самом деле, отдельно доказывает, что мы единственные. Вот. Ну, для этого акцион. Но вот на это такое, надо сильно поставить и я, и это мы будем делать. Простой другой результат. Для юриста. Тут юриста есть? Один был, но я не знаю, вот, отлично. А в Америке происходит так, что... Ребен, осталось 7 минут. Ты хочешь дать вопрос в это время или нет? Ну, давай я это расскажу, а дальше пойдем к вопросам. Ну, вернее, полторы вещи скажу и к вопросам. Про применение этой теоремы, да, с другой области, не связано с опционой, но она совершенно верна там, то есть это капсона отношения не имеет. В Америке, если человек подает суд на другого человека или компания другой, то издержки платятся обоими, и победителями, и проигравшими. Свои издержки. ДНПЛ, будучи вице-президентом в далеком, кажется, 91-м, что ли, году, высказал такое предположение. Давайте, знаете что, чтобы минимизировать эти издержки на суды, скажем так, проигравший, проигравший будет платить... Все. Нет, он будет платить и за себя, и такую же сумму победить. Казалось бы, проигравший, тогда, ну, то есть для того, чтобы уменьшить издержки, да, что он тогда будет меньше тратить на издержки, потому что тогда нужно будет платиться очень больше. Ну или все там будут платить за издержки, тратится меньше на суды, ровно из-за того, что риск того, что они проиграют больше и будут платить меньше. Аргумент, что если, заметим, выиграет тот, который потратил больше, то в обоих этих схемах результат размещения один и тот же. Это значит, в конце концов, их ожидаемые издержки, не фактически. В каждой организации ожидаемые издержки – это предложение не имеет никакой фактической силы. Последний шаг, Майерсон, третий шаг – характеризация оптимальной акционы. Дальше, после того, как это получили, простой интеграции находится ревенью и смотрится, что есть оптимальный акцион. Вот это вот вывод – ключевой. И вывод простой, что вот в этом симметрично. Симметрично, то есть, если фактически распределить одинаковое, оптимальный акцион оказывается любой аукцион с правильно подобранной резервной ценой. В частности, английский аукцион с правильно подобранной резервной ценой будет наилучший способ продажи товара. Аукцион первой цены с правильно подобранной резервной ценой – наилучший способ продажи товара. Лучше нельзя. ну в общем я готов рассмотреть вопросы а не а дальше выбор фактически между любыми форматами каких-то других контекстах нужна другом да изначально стала задача как как если вообще нет конечно просто он применяется любым вообще играми равновесим просто неполной информации просто такое легкое замещение что вместо чтобы анализировать ну или как если анализировать игру конкретно нужно искать подвесить игры если анализировать что вообще доказательство это тюрема нет это тюрема видит все утверждения которые будут названием здесь они формализуемые и строго доказуем я может быть не расписал все условия как мы здесь но я практически все из них проговорил игра с не полной информацией игра с не то есть игра обащена с полной информацией они каким-то образом потом это информация чем угодно в игре она может быть а лично знание игроков она может быть окружающими я чем угодно за за организацию другой чисто организацию общих ситуаций информация хороша не больше не но и дальше они тоже хотят что Игра обычная, классическая, с тремя комплектами, является двумя еще. В общем, какая информация? Возьми произвольное взаимодействие, просто вместо себя в голове, что ты можешь не знать про это. Например, если мы просто играем, ты не можешь знать, как у меня действие есть, ты не можешь знать, как у меня есть в кармане, ты не можешь знать, что я знаю про тебя. Все это или любые другие вещи не формируют, это то, что я описываю формально, что я не знаю. Действия и стратегии будут формируются так, что они одинаковы для всех типов, для всех игроков. Так можно формируют, без потери общества. Но это все через третий типов. Ну, на самом деле, без третий типов. Там, наверное, написано в пространстве, что очень напряженно. Что очень сложно. Нет, целая теория. Но я готов к вам объяснить. Мне это очень неплохо. Так, еще, может, Вадим, какой-то вопрос можно задать. Андрей, ты? Я вот послушав все это, я не понимаю, почему в учебниках тогда биржевую биржу не описывают в этих терминах, а применяют термины, в которых присутствуют исключительно рациональные агенты с полной информацией. Ясно, что в любой реализации это игра с неполной информацией. Правда? Вот определение цены таким способом. Ну, точно ответить не могу. То есть один из таких вот косвенных уроков достижения теории акционов говорит о том, что нужно модерировать игры с неполной информацией. То есть получается более явные, более сильные и более в каком-то месте даже простые результаты. Можно перефразировать. Вопрос, да, применялось и этот? Да. Да. Результаты про двойные аукционы, например, есть среди людей, которых не занимаются. Некоторые из них ранние результаты с коленчатами, конечно, видим, сомневался до начала 70-х годов. Самые простые про двойные аукционы. Но вот более совершенные про… они, на самом деле, только современные. Моти Перри и Филарени – это вот начало 2000-х годов. Я не знаю, не могу сказать, скажем так. Укороченная рабочая версия статьи была 70 страниц. Полная версия статьи была 120 страниц, которые рассматривают на основном с неполной информацией. И там аккуратненько рассчитывают, что из них происходит. Происходит, в смысле, не для двух. В чатах Джейса Меллсен посчитали для небольшого представителя. Наверное, статически. Да, статически. Для того, чтобы посчитать большим количеством агентов, посмотреть свойства, сходимости и вообще, что происходит с информацией. Вот это вот сложность Филарени и мы теперь сделали в начале. Больше нет вопросов? Ну, я не знаю, давайте… Мы уже видим потом. Ну, я готов ответить на любые вопросы в плане. Это вот вещь, которую я просто не успел делать, рассказать про русскую приоритизацию, и как вот эта теорема Ревене и Крюльницам имеет отношение к русской приоритизации. Но это… Я не знаю, что я прочитаю вывод из всей информации, это понятие, правильное или неправильное. Ну, ладно, давайте задержать. Давай еще вот папа следующий вопрос. Отпустишь бумажкой на то, что… Ты отвечаешь по вопросам, да? Ну да. Да, мы говорим про создание приоритов вообще не слышно, слышно только что… Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Правильно я понимаю, что из результатов, которые здесь получены, можно сделать вывод, что, так сказать, самый… что будет совершенно правильным организовать акцион в следующем образом. Просто все пишут свою цену и… ну, например, акцион второй целы, он является как бы самым простым, коротким… Закрыт акцион второй целы, является самым коротким, так сказать, и обнимаемым, и символом, как с собой. Вот так это… Ну все пишут свою цену, а… Да, да. А, да, да. А, да. И в кризисе, как следовательно, еще за самым принципом, да? То есть, зачем нет свою цену, а я скажу сколько ты рассказываешь. Потому что это это самое. Да. Более того… Более того… Более сложных ситуаций, где много товаров. И есть опцион ликри замечательно сформулированный, на части… ну, то есть не совсем за это ликри получено в дискупе, да, шестерферова. За практический анализ простых аукционов и за ранее формализацию вот ревнию Клинсперина. 61-го года, это 20 лет до Майерсона. Ну, вообще, сильно до… за 10 лет до Акерлопа, который… то есть, на самом деле, игры с неполной информацией, вот такие явно решённые… Берём математику, он точно не знает никакого Акерлопа. Нет, ну ладно. Включён момент, что есть опцион ликри, который эффективен, который строится, который… твой дизайн, да. На самом деле, раньше в экономике… даже вот я говорил в учебнике в Москве, там есть темы класса, с темы гробс или механизм карка гробс, да, которые люди, которые учили экономику, может быть, помнят и знают. Сейчас это называется «двигри клар-класс» механизм, а то или просто «двигри» и механизм «двигри». потому что даже вот 20 лет назад, когда пытался речебник, эффект от «викри» не был вот такой. Я бы, наверное, воспринимала теория акционов, которая развивалась бурными темпами очень сильно вперёд, и только потихонечку пространялась… ну, то есть, пространялась… Сергей, это стало неинтересно. А ты хочешь сказать, что «викри» написал свою работу раньше, чем… На 10 лет. Что? Да. На 12 лет, чем… Да, 73-й, правильно. У них 73-й, 81-й. Так, ну, позади вопрос. Сейчас, сейчас. И этот акцион эффективен, но ключевая проблема с ним, как его имитировать на прогулке. Так же, как с ценой второй цены, на практике он страдает. А его и… А людей он смешанный, страдает… Давайте я вторую акцию второй цены. Да, что? Я получаю ставки, а дальше у меня ещё много второй примечений. Вот просто он мне показывает, как это сделать, или нет. Я могу сейчас на экономике… Либо ставить тысячи. А я вам говорю, а цены не ставить. А вы знаете точно, я на самом деле не вставил… Если мне секретно… У меня… 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 Меня просто заболтал… Да? Ну, давайте. Давайте просто… Там… Шаг и ход… Если ты оцениваешься… В России… Если ты оцениваешься… В России… Да, это… В России… Если вы должны быть в России… В России… Я знаю, что я победитель, и я плачу ровно то, что я написал. Я написал там 100 миллионов, но если нет, то есть, допустим, я написал 100, я получу, я доволен. Кто-то в этом видео видит, что этот человек купил за 100, а он написал 10. И вот в данном случае он видит, что было меньше, а вот второй тем, это заслуженность. Я написал 100, а мне вдруг, когда продают, он за 99, говорят, что второй написал 99. А вдруг он написал 10. Собственно, один из аукционов, который был, было несколько компаний, который снимал тысячу раз в открытых экранах. И там, ну, грубо говоря, провели идея, что было несколько компаний, которые были готовы, там, такой же, так, 9 дней, 10, 11, 12 минуты. Вот. Друзья, я сейчас говорю, а это за меня допустят. Я вопрос, можно ли колоночки взять? И вам сегодня же понравится? Или во сколько-то, если понравится, я бы занесу вам. Нет, вообще сейчас 5 минут. Я не знаю. Нет, нет, по-моему, не у Афонсова. Афонсова точно нет. Да. Уже не было бы тех, кто уже нет. Так, ну, можно взять. Можно взять, да. Сегодня не нужна. Так, сегодня не нужна. Всё, хорошо. Спасибо. Получается несколько компаний, но, значит, более слабая из них, говоря, оценивает, что там будет 10, 11, не знает, что вот та готова заплатить 12, вот, а там, ну, как раз та самая штука, что ты не обманываешь, там просто ведется некоторый сбор за участием. Ну, большой компаний. Ну, может так, ну, грубо говоря, 1% вот этих вот сумм, и тем не менее, эта сумма достаточно большая. Вот. Зачем не платить сумму, если я заведомо проиграю в этом опцию? Вот. Получается, выходит одна компания, которая готова реально выхватить 12, и не выходит больше. А лидерированная цена походить. И та компания покупает за эти, где есть те, кто готовы купить за эти. Да. То есть, тут вот такая. Уксу они тоже есть. Да? Ну, где же мы продаем двойные акции? То есть, да, 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 дословно. То есть, вот эта самая схватка, где с двух сторон платят заявки, где-то есть акции. То есть, вот по ровно в каждой пределе совершается с одной стороны 100 акций, с другой стороны 200 акций, понятно, как продается 100. Вот. Дальше уже следующий стол выведут на следующий цен. Ну, и, если они где-то цены. То есть, вот с одной стороны, просто, да, да, да. Все аукционы, они одинаковые. То есть, английский, голландский, там, первой цены, второй цены. Если, вот, у нас есть, там, поговорят, честные дыроки, если есть, там, все доверяют, провели, если аукцион однократный. Ну, то есть, вот в этих ситуациях, в которых я, что-то, реально с ней очень согласен, все аукционы одинаковые. Вот. А вот по разным друзьям, по скорости, например, очень быстро, голландский аукцион, английский очень долгий. Вот. Значит, открытые-закрытые. Ну, вот такая вот практика. И, там, из доверия. Если проводится, значит, повторная аукцион, то есть, допустим, один и тот же, ну, какой-то однородный продукт продается многократно, тогда аукцион второй цены аукцион. То есть, он не является уже, так, артемальным. То есть, у нас, люди начинают нечестно, нечестную сумму ставить, а сумму меньше, потому что, знаешь, что, ну, сегодня они не получили этот вот этот вот в следующий раз. Вот, и потом, потом, ставки всех пазелей. Ну, и, вот, в куле, в куче, 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 в куче. Либо, там, хвостые правила, 200 аукцион, прочие, например, то есть, 12 лет, там, быстрота, значит, лучший аукцион это голландский аукцион, вот. Ну, и так далее. То есть, может, все аукционы, крайне английский, голландский, первой, второй цены, там, крайне, крайне. Ситуация, допустим, с русской коллекцией, в чем проблема, в плане, если мы считаем, что исторство заботится не только о том, что получить максимум денег, но и что-то получили нужные игроки, и, в самом деле, просто продается какой-то завод, вот. Там кому-то это нужно просто под помещение, там, ну, торговый центр сдавать, а кто-то реально будет складываться в производство. Вот, первый готов заклупить 100 минут, второй – это время. Вот, то есть, оцените. И исторство, в принципе, логично все-таки отдать второму, во-вторых, производство. А во-вторых, очень большая проблема, что у тех, кто хочет сделать то, что нужно, просто нет денег в наличии. То есть, банковская система производства инфляции не работает, ну, и вообще как-то работает. Мы не только инфляциях, мы не доверили, а свои деньги как бы. Нужны большие стены. Вот, поэтому нужно отдать кому надо, кто лучше всего будет производства, кто в итоге получит максимальные прибыли. Вот, ну, мы не можем, ну, просто, что-то этого критерия. Что? Ну, в смысле, у него цены не останутся? Нет. У него цены другие. У него цены другие. У него цены другие. Вот. Ну, либо вариант, что, там, один хочет вообще, то есть, себе там, виллу построить на этом месте, снеся вообще все. Вот. И у него просто есть, там, смс. вот, а предприятие, допустим, оно принесет прибыли, там, на 500 веревок, но того, кто будет там работать, сейчас денег нет, это банк постоянно работает, значит, естественно, ну, он готов доплатить 500, ну, допустим, там, через 10 лет, когда предприятие начинает складываться. Для аукциониста это тоже не вариант, да, сам. 10 лет, потому что мало, вот. Вот. В этом случае, то есть, все участники, все, кто хотят это получить, вот, они, как бы, у нас, мы, именно, это, 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 100 вратегий. Что? А, это, ну, не написано. А, вот, у меня это, гораздо не вероятно, значит, вероятно, но я, 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 я знаю, что я, в любом случае заплатил, то есть, я, 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 я готов заплатить 100. Вот, ну, вам повышен, я тоже не уверен, на полученное средство, это, что, ну, а, кто-то, напишет 110, я просто, у меня заберут 100, и, ну, я пишу 10, если тот пишет, и 151, ну, это, ну, ну, это, церковь, ну, это, ну, это, ну, это, ну, это, это, ну, ну, это, ну, это, ну, это, ну, ну, давайте я представлю вам, нашего, вредного,